Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхшилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Телефон прямого эфира – 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать! Высказать! Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 14.30 М99,1 ФМ. На нашем веб-сайте «RadioNVC.com» и на нашем канале в YouTube «RadioNVC». Не забывайте подписываться на наш канал. По-прежнему два человека каких-то, которые подписываются, а потом, посмотрев программу, выписываются. Уходя, гасите свет. Не обязательно отписываться. То есть, вас это ни к чему не обязывает. Ну и прежде чем начать говорить о каких-то событиях второстепенных по сравнению с тем, которые сегодня. Сегодня одному замечательному человеку, вернее, у одного замечательного человека, совершенно очаровательной женщины, день рождения. Она такая замечательная жена, она такая удивительная мама. И дочка тоже между прочим. И дочка, да, 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 да. И зовут ее Юлия Зацепина, и мне посчастливилось быть ее супругом. А по поводу того, что она удивительная мама, это действительно так. Значит, наш младший сейчас пошел в школу, в Junior High, через которую проходил наш старший. И в свое время они попытались там что-то на него накатить в школе. Пришла моя очаровательная супруга, построила всю школу, всех принципов, помощников, заместителей и так далее. Что называется, мама Гризли, знаешь, которая не даст в обиду своего ребенка. А в этом году, когда пришла зарегистрировать нашего маншера, они сами построились. Отдали честь. Такие улыбки. Ой, мы снова рады вас видеть. Да, да, да. Увидимся в конце года, да, с таким намеком. Она говорит, если у вас какие-то ко мне вопросы будут, вы мне... Нет, нет, что вы, все в порядке. У вас очаровательный ребенок с тобой. В общем, день рождения, с днем рождения, любимая. С днем рождения долгих лет, добрых, здоровья, счастья, радости. Юрий Николаевич, добрый, с днем рождения, с днем рождения. Ну, а теперь перейдем к вещам более паразаическим. Я не знаю, ты слышал эту историю с Карамучи? О, да. Муч. Сначала он появился на CNN, думаю, ну, все, чувак продался. И чем дальше, тем больше. Он начал собирать какую-то коалицию бывших работников Белого дома, которых выгнали из Белого дома. В общем, начал говорить о том, что... Заявил о том, что необходимо заменить... Ну, ты знаешь, что у меня есть по этому поводу теории? Вот я же всегда там что-нибудь придумаю с конспирологией, да? Да-да-да. То есть он никогда не был... Он был бизнесменом, они встречались по бизнесу, он хороший инвестор, другом Трампа он не был. Но вот он начал в Белом доме, он действительно думал там задержаться в том смысле, что он пытался как-то это все дело развалить изнутри Трампа, я имею в виду дело. И вот его, у него не получилось, его выгнали, потому что его рот... Прямо к выходной двери. Его вытолкнули из этого Белого дома. И вот он затаился, он решил посмотреть, и, как говорится, чужими руками, сам понимаешь, чего сделать, он ждал, пока демократы накопают достаточно дерьма на Трампа, для того, чтобы от Трампа избавиться. Когда он понял, что этого не произойдет, он понял, что пора зарабатывать деньги, причем, если ты знаешь, есть такое понятие, вот действительно, на воре шапка горит, да? Первое, что он сказал на Факс Ньюс, он сказал, если вы считаете, что я это делаю из-за денег, то вы ошибает, конечно же, ты это делаешь из-за денег. Какой бы ты ни был богатый, чем ты богаче, тем больше тебе надо. Так вот он полностью с потрохами, когда он понял, что Трамп остается у власти, он понял, что в эту минуту нужно начать зарабатывать деньги. И вот тут он продался СНН, и сейчас они его просто используют, прошу прощения, как последнюю прокладку. Вот тебе и весь его скоромучий, вся его сущность. То есть на Марта Свиньярд он оказался не случайно в компании Билла Клейнтона, Джона Керри. Конечно, конечно, абсолютно. Это чистый, причем это даже, я даже не могу такого человека назвать NeverTrumper. Это человек, который действительно за деньги... Круг. Круг. Деньги не пахнут. Для вот таких людей деньги не пахнут. Все, теперь его просто, СНН его очень правильно использовали, потому что сначала он как бы выступал на факс, привлек к себе внимание, он там тянул, прошу прощения за такой жаргон, мазал за Трампа, и вроде бы такой его друг, и вдруг у друга наступило прозрение. Оказывается, он действительно признал свою ошибку, что все это время он ошибался, а вот теперь он знает точно, что, почем и зачем. Понятно. Это мучь. А, кстати, ты знаешь, да, что такое мучь по-английски? Мучь – это тот, который постоянно что-то клянчит. Это вот stop munching off of me, перестань клянчить от меня что-то. А его так и называли мучь. Мучь. Хеннеки его называл мучь. Да, мучь. Ну, у него фамилия Скоромучий, но его называли мучь. А мучь по-английски – это вот тот, который клянчит, постоянно что-то хочет. Понятно. Вот и все. Так, что еще у нас интересного? Да, сегодня включил СНН. И там… Ну, надо посмотреть, что… То есть, понимаешь? Сейчас звонок примем. Добрый день. Слушаю вас. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Если перевести его фамилию на русский язык, он на его фамилии звучит как скоморок. На итальянский это скромучий, а по-русски это будет скоморок. По-немецки – тяцки-пенский, а по-русски – бутургург. Ну, это правда. Я специально, когда он был появился, я специально посмотрел, и там такие шеплоки, что по-итальянски его фамилия – это скоморочий, а по переводе на русский – это скоморок. Ну, керамочий – это не скоморок. Ну, он и есть скоморок. Спасибо. Спасибо, Георгий. Спасибо. Пока, будь здоровья. Ну, скоморок мучился. Венчер. Так вот, включил СНН с утра. Перетучился на минутку. Я понимаю, да, да. Может, я от этого рука болит? Может быть. Значит, некто ран. Да, есть такой. Ассоциация. Вот у нас есть Jewish Republican Coalition, а это Jewish Democratic Council. Демократический совет, еврейский демократический совет. Ну, и началось. Вот Трамп делал пресс-конферент, отвечал на вопросы журналистов, и сказал, что евреи, которые голосуют за демократическую партию, либо просто не знают ни хрена, либо предатели. Да. Абсолютно прав причем. И тут же Кляйн. Ну, вот это, ну, что еще более антисемитское может быть, чем вот это? Вот это вот все. То есть попытаются разграть. Их не волновало, когда евреев оскорбляла Рашида, когда с антисемитскими заявлениями выступала Ильхан, Аман. Их это не волнует. Это свои братья. Это, во-первых, свои братья. Во-вторых, опять же, не все евреи обижаются, когда их называют евреями, понимаешь? И когда их обижают, то есть когда их оскорбляют, когда их называют, типа, там, оскорбительными словами, они не все оскорбляются. Многие евреи считают, что, ну, мы это заслужили. Ну, в общем, попытались отыграть, короче, поле, поскольку уже настолько очевидно, что демократическая партия готова поддержать антисемитов. Да. Урин Сережный, что значит готова? Она их поддерживает. Понимаешь, готова это тогда, когда, ну, вот, кто-то... Когда еще не делает, но, в принципе... Да, когда кто-то против, кто-то там пытается... Они абсолютно все сегодня готовы. Я имею в виду, все евреи в демократической партии... А из 34 евреев в Конгрессе 32 состоят в демократической партии. Да. Да. Только два в республиканской. Ну, и, в общем, они теперь... Антисемитизм, которым пропиталась демократическая партия, пытаются прилепить к Трампу. Ну, как бы, традиционно то, в чем мы виноваты, мы вот в этом тебя будем обвинять. Вот, 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 да. Так оно и есть. Причем, ты знаешь, я вчера, кстати, вечером об этом говорил, в воскресенье, включая телевизор, обычно я уже на слух знаю четко, кто там говорит. Вот четко знаю, причем по их мыслям, по их изложению, я все уже примерно понимаю. Вдруг выступает какой-то, я слышу, чувак какой-то, видно, слышно, что черный, но я его никогда не видел до этого. Я, аж повернулся, смотрю, действительно, никогда его не видел. Подхожу ближе к телевизору, прочитать, кто это такой, и мне все становится понятно. Оказывается, это, есть такой человек, Клэренс Пейдж. Он syndicated columnist, где? В Chicago Tribune, на Fox News. И он, там у них есть такая пенел интересная, там это Мэриан Харт, ну это такая прожженная демократка, там это Джессика Тарлов, они все вместе их собирают для чего-то, я не знаю для чего, но где-то в 11 утра, там есть передача, типа Fair and Balance, такого типа. Значит, там собирается Уан Уильямс, Джессика Тарлов, Мэриан Харт и еще вот этого приплели туда, Клэренс Пейдж. Такое впечатление, ты говоришь, CNN, переключать не надо. Посиди на Fox, Лондон, достаточно долго, и будет CNN. Все, слышишь. Клянусь тебе, сразу Chicago Tribune получи. Это я вчера сказал, что вот почему наш Феликс такой потерянный вечно, потому что он читает Chicago Tribune, Chicago Sun Times. А интересно, вот те, кто читает New York Times. А я не знаю, ты думаешь, кто-то читает New York Times, честно? При том, что они валятся вниз, но при этом продают уже билдинг там. Ты знаешь, что они сделали этот вот статистика? Статистика в том, что New York Times, если бы не их интернет-издание, они бы уже давно вышли из бизнеса. Как бумажное издание, их никто не читает, их никто не покупает. И это понятно. Как тебе, ну, стал достоянием гласности транскрипт? Да. Собирались у них там сходняк был. И о том, что, как же они сказали, формулировка интересная. Мы построили наш Нью-Срун на одной истории. Подверь, это я. Ты не слышал? Я не знаю, я не знаю, чего это было. Значит, собрание было, и они говорят о том, что мы построили, вот, прошедшие два года, там, или три года, мы весь наш бизнес построили на одной... Все наши новости построили на одной истории. То есть, Рашик Калужин. И у нас это довольно успешно появилось. Сейчас мы должны перегруппироваться, перераспределить ресурсы, деньги на другую историю. Теперь у них новая тема. Трамп-расист. То есть, люди, которые должны, как бы, ну, журналисты, ведь, по идее, газета, которая должна делиться новостями, какими-то событиями, построила всю свою новостную программу на всяких историях, рассказывающих о том, что Трамп кооперировался с русскими. И два с половиной года они это толдычили, и оказалось, все это в раке. Поэтому они потеряли такое количество зрителей. А сейчас они собираются... Нет, ну, зато есть люди, которые просто страдающие Трамп-дерейджмент-синдромом. Нет, ну, это само собой. Они их должны кормить. Были два стояга года. А сейчас они... А что будет смотреть Ленчик? Ты имеешь в виду Могилевский? Ну, естественно. Если эти перестанут муссировать вот эти вот сети... А все уже, они перестанут с русскими, они уже перестали с этим. Теперь что-то телевидение перестанут. Ты видел? Они очень... Чак, тихо. Включите наушник. Давай, при звонке, потом вернемся к этому. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый. Я, что, подел, до секундочку. Дайте мне что-то сделать на моем телефоне. Почему-то, как ни странно, выключил. Добрый день. Я что хочу сказать еще. Знать, тема не попросам, просить. Трамп идет с нас, вы совершенно... Вы включите это. Там на каждое третье слово Трамп пресешн. Трамп пресешн. Еще ресешн нет, еще намеков нет. Все бумер. Трамп пресешн. Трамп пресешн. Они уже прошли... Калужин. Спасибо большое. Они уже прошли, значит, Калужин. Потом они прошли White Supremacy. Белый супернацист. Потом они прошли расизм. Вы забыли одну вещь. Как это, они, колюжин и самое... Как это... Потом... Как он мешал следствию, да. Помехил следствию. А, ну да, 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 да. Abstraction of Justice. Abstraction of Justice. Да. Это обязательно. Ну что? Потом мы прошли, пролетели мимо... Более 20 миллионов документов. Это что такое, Саша? Кто может их прочитать? Ну да. Спасибо. Ну вот, вот они потихонечку... Давайте, добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Радио, приглушите, говорите, пожалуйста. Да, добрый день. Добрый. Будьте добры. Нет ли у вас каких-либо комментариев, информации, которую выдает в программе Хамити? Вчера, сегодня... Ой, простите. Вчера, позавчера. Спасибо большое. Окей, вы имеете в виду по... Там вот по расследованию... Да, и расследование расследователей. Да, ну они, да. Информация постоянно... Как-то интересно поступает очень такими мелкими дозами. Наверное, для того, чтобы у нас мозг не перегрелся. Последняя информация, которая поступила, это говорит о том, что Кристофер Стилл, после того, как его уволили из FBI, они его все-таки оставили как связующее звено между Брус Орг и FBI. То есть, нужно бы... Они не могли его полностью убрать, Кристофер Стилла, потому что они прилепили его имя вот к этому досье. И теперь поступает... Каждый день поступают какие-то новые, так называемые, трио-ту. Это копии допросов, копии расследования, в которых уже четко даже было видно о том, что мало того, что это все было затеяно ФБР и Департамент Джастис, но у них уже есть неопровержимые доказательства, что это все поступало в администрацию Обамы. То есть, вопроса теперь, знал об этом Обама или не знал, если раньше это была спекуляция о том, что оно может быть он знал, может быть он не знал, теперь они знают сто процентов, что Обама, его администрация знали четко о том, что происходило вот с этим фейковым досье и со всеми этими делами. Дорогими словами, грубо говоря, заговор против кандидатов президента, а затем и президента Трампа осуществлен с помощью... ФБР. Департамент Департамента... ЦРУ. Ну да. Кто-то из экспертов сказал, что на самом деле за всем этим стоит Брэннон. Брэннон, ну конечно. То есть, Брэннон... Его ведущая роль. Да, он был звеном, которое связывало ФБР и вот эти ликс, которые происходили в средствах массовой информации. Дорогими словами, спецслужбы США осуществляли, пытались осуществить заговор с целью недопущения кандидата противоположной партии к выборам или к победе на выборах. Затем, после того, как он был избран президентом, они план B использовали, так называемую иншуранс, страховку, с тем, чтобы свергнуть законную власть. И все это под наблюдением бывшего президента, тогда еще президента, когда кандидатом был Трамп, а президентом Обама. И все это, так сказать, с легкой руки, с подачи, с ведома президента Барака Обамы. И вот когда люди, которые заседают в Конгрессе и потом выскакивают на телеэкраны и говорят, атакуют нашу демократию, атакуют нашу демократию, нашу демократию, Трамп разрушает нашу демократию, мне хочется либерастам вонючим задать вопрос. Спецслужбы устраивают заговор, президент участвует в этом заговоре против другой партии. Это есть демократия? Вы считаете это демократия? Ну, это, наверное, демократия в том смысле, как воспринимают ее члены демократической партии. Это банановая республика, это то, о чем я говорил 10 лет назад, что с приходом к власти Барака Хусейновича Обамы наша страна превратится в банановую республику. И все элементы банановой республики налицо. То есть используется налоговая служба для того, чтобы атаковать своих политических оппонентов. Вы знаете, это факт, об этом, так сказать, доказано... Это даже неоспоримый. Это неоспоримый факт. То есть движение, там, чайное чаепитие подвергалось, я не знаю, давлению со стороны АРС. Вы, ну, те, кто смотрит только CNN, те, наверное, не видели, а на факс выходили люди, которые возглавляют ту или иную организацию и рассказывали, каким образом АРС их атаковала, буквально уничтожала. Причем организации благотворительные, которые действительно нон-фор-профит, которые что-то пытались чем-то помочь людям. Значит, это один признак банановой республики. А уж когда спецслужбы устраивают заговор, а заговор налицо каждый день. Если, ну, конечно, для вас факс-ньюс у вас вызывает судороги, а вы бы послушали, там, кстати, отличные журналисты выступают, которые проводят журналистские расследования. Все, о чем они говорят, подтверждается документами. Так что факт налицо. Спецслужбы во главе с Брэнноном Клаппером и Коми пытались совершить настоящий переворот. То есть свергнуть закон избранного президента. Нравится он вам или не нравится, это другое дело. Ну, скажем, не всем нравился президент Обама, но, тем не менее, никто не пытался его свергнуть. Так вот, еще один признак банановой республики. Я тебе скажу, надо задуматься о том, вот те, которые поддерживают сегодня демократов, задумайтесь о том, хотели ли бы вы жить в стране вот с такой демократией, где в любую минуту вам постучали. Они убежали из Советского Союза, а я сейчас обращаюсь к русскоязычным, они говорят о том, что там был такой режим невозможный, что сейчас там такой режим КГБшный. Простите, а когда в нашей стране, в самой-самой-самой великой стране осуществляются вот такие вещи, вас это не возмущает, вы с этим спите нормально? Или вас устраивает, если, ну да, как, собственно, устраивало же большевиков то, что творилось там? Ну, конечно. Членов партии их это устраивало, они разделяли эти взгляды. Ромаш, даже был такой рассказ, кому на Руси жить хорошо, вот тебе, пожалуйста, это то же самое. Но тут вопрос еще стоит в другом. Вопрос стоит в том, что если вот те люди, которые поддерживают сегодня демократическую партию, считают, что все так и должно быть, и правильно сделали, и так, вот, то есть, все нормально, все в порядке вещей. Скажите мне, пожалуйста, где должно наступить вот эта черта, где ее провести между вот той демократией, в которую вы сюда приехали, и вот той демократией, от которой вы бежали? Где эта черта, где вы бы сказали, нет, так мы жить не хотим? Вот подумайте об этом, и сделайте, примите для себя решение, хотите ли вы жить в стране, где абсолютно не считается ни с вашими свободами, ни с вашими, ни с законами, ни с Конституцией, абсолютно ни с чем. Страна, которой наплевать. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Алло, добрый день. Еще раз хочу сказать одну вещь. Я вот, да, вечером прочитал в последней рекламе, этот самый, референс, или как критику на этот фильм об Айрсе, который создал Фокс. Это очень интересно. Там пишут, как Айрс изворачивался, и лгал, и врал, и создал самую лживую станцию, все, чтобы победить CNN. Как вам такой вот референс? Айрбан Голливудский, очередная голливудская, клеветническая, я так понял, выдумка, чтобы опорочить более-менее консервативный source of information, который самый большой, конечно, на сегодня превосходит по количеству слушателей, все эти CNN, NBC, ABC и так далее. Но вот это такой интересный факт. Да. Точно так же, как все время была нарисована великая Магрит Тэтчер. Вы помните этот фильм про нее? Да, да, да. Извезли из нее нездоровую. Спасибо, мы должны прерваться. У нас подошло время для рекламной паузы. Буквально через пару минут вернемся, продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте примем звонки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, я насчет Абамакера. Мне кажется, что госслужащие не получают Абамакера. И даже члены Конгресса, сенаторы и так далее. Почему бы в качестве премьера демократам не взять на себя смелость взять и встать, как бы уйти от государственной иншрунницы и принять этот Абамакер? А почему они этого не сделали, когда они ввели это Абамакер до Владимира? Вы абсолютно правы, они исключили себя из этого закона. Но коммунистам, социалистам это свойственно. Это было всегда. Для народа, вот в Советском Союзе для народа было одно, а для, так сказать, партийных бонз было четвертое медицинское управление. Были спецраспределители, где давались пайки. Это всегда было. Это традиции леворадикального отребья. Никуда от этого не денешься, будь то в США, будь то в Советском Союзе, где бы то ни было. Это было, есть и будет. Поэтому, когда строят... Они же строят социализм для вас, для нас. Для себя у них свое особое, особый мир. Особое все. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, эти спецслужбовские руководители будут наказаны, будут их привлекать к суду, или все так и останется, как говорится, как и было? Еще одно я хотела сказать. Что те, которые так хотят, чтобы победили здесь демократы, была однопартийная система, так такое уже есть в России. Однопартийная система, народ не выбирает, КГБ решает, кто будет президентом. Вот езжайте, там все замечательно. Зачем здесь устанавливать то, что другим не нравится? Там паек другой. Там совсем другой паек. Но знаешь, что самое интересное? Это сейчас там другой паек. Если мы получим здесь ту же самую однопартийную систему, то весь этот паек перейдет сюда тоже. Вот что здесь не будет той колбасы, за которой некоторые приехали, для того, чтобы жить здесь в достатке и в сытости. Вот в чем проблема. Вот все те, которые ратуют за демократическую партию и говорят, я сюда приехал ради колбасы, и я хочу, чтобы здесь все жили одинаково. Ну да, но все будут жить одинаково, но одинаково плохо. Абсолютно. Никто же не будет жить одинаково хорошо. Ну да, все станут Биллами Гейтсами или Зукербергами. Все вот, представляете, все 320 миллионов человек живут как вот Уоррен Баффет или как Джордж Сорос. Такого же не бывает. Ну, глупость какая-то необузданная, какая-то беспросветная. Я даже не знаю, как это объяснить. Я тоже не знаю. Окей, еще пару скандальчиков. Ну, значит, на Трампа все накинулись по поводу того, что вот он дал команду Нитаньяху, Нитаньяху отказал этим во въезде. И началось, пошло-поехало. Это проехали. Сейчас новая мулька. По поводу, чего там, Дании. Ну да, он же хотел купить остров Гринляндию, да? Гринляндию, да-да-да. И, ну, премьер, особо одаренный премьер-министр Дании, понимаешь, такой огромной и значимой страны, как Дания, там, где половина Копенгагена просто отдали вот этим наркоманам, которые там обнесли все забором и сказали, так, мы здесь будем жить своим, своей коммуной. Так вот, премьер-министр вот этой великой страны сказала, что идея Трампа была абсурдом. Ну, и тут сразу все... Сегодня на CNN, там же, был бывший посол в Дании, такой весь, петушинный. Да-да. И он, как это так? Это наш такой союзник, такой важный союзник, Даня, твою мать! Там еще есть такой Джан Брэннон, тоже, знаешь, на CNN, виду, один из ведущих CNN, он выступает с этой, как ее, Камарадо, Элосон Камарадо, вот они в паре там выступают, тоже, у человека, сейчас, секундочку, одну секунду, подождите, у человека появилась идея, что вот эта идея с покупкой Гринляндии была создана для того, чтобы отвлечь внимание народу, от того, что Трамп сказал, что он не думает, что универсальная проверка бэкграунда, это хорошая идея. Понятно. Хотя эта идея не нова, на самом деле. Конечно. Идея покупки Гринландии не нова. Предпринимались попытки. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. По-моему, покупка Гринландии отличная идея. Вот другое дело, зачем он Путина приглашает к семерке? Вот это непонятно. Мне тоже не понимаю, честно. Что делает разумно, а вот это как-то выливается из ряда. Ну, может быть, он считает, что он все-таки как-то образование. На этот счет есть разные мнения. Есть люди высказывают свои соображения по этому поводу, типа того, что сейчас нет никакого леверидж, нет, чем санкции против них, ввели против России. А, скажем, чего еще их лишить, чтобы как-то повлиять на них? Их нужно ничего лишить. А их нужно лишить, то есть, если вводить санкции, вводить так, чтобы они не на народ влияли, а чтобы они влияли на верхушку. На самом деле, которые санкции вводятся персональные, там, на конкретные лица, личности и так далее, причем на приближенных к Путину, атаковали целенаправленно людей, которые значимые, которые финансово значимые, атаковали их и в надежде, что они окажут влияние на Путина. На самом деле, там, мы не знаем, вот, у меня есть всякие подозрения, я не знаю, но там всегда была, велась какая-то подковерная борьба, потому что силовики одни и другие, каждый рвется к власти, одних это устраивает, других не устраивает, то одних отобрали, этим отдали. И, по-моему, сегодня там тоже происходит некое, некое такое, кто-то стоит горой за Путина, кого-то он кормит или дает возможность кормиться, кого-то чуть отодвинул, и те, так сказать, это неоднородная масса. Но это там. Это там, да. А я говорю про здесь. Я говорю, вот Трамп, действительно, смотри, семерка, да, вот G7, это действительно семь избранных стран с обалденной экономикой. А вот теперь смотри, вот все эти страны с обалденной экономикой, в которые проник Китай. Китай проник вообще везде, буквально везде. А Россия вскупе с Китаем представляет, на мой взгляд, довольно серьезную такую угрозу. Причем, по-моему, большую угрозу представляет Китай, нежели России. Ну, конечно. И, может быть, это попытка как-то их немножко, так сказать... То есть дать им кость, чтобы они подобрели? Чтобы отвернуть от Китая. Потому что Европа не помогает. Европа не помогает ни с Китаем, ни с Ираном, ни с чем. Ну, да. Европа продается полностью с потрохами за 30 серебряников. Причем России. И Россия, Европа продается всем. Европа продается и Ирану, и Китаю, и России. Ну, о, вот, видишь, ты правильно назвал коалицию. Это все одно и то же. Если ты разберешь вот это вот союз этот, Иран, Китай, Россия, это одно целое. Там разделений нет. Поэтому Европа... Может быть, поэтому Трампа пытается... Вытащить их из... Как-то немножко их разделить на это предположение. Поверь мне. Я не понимаю, честно. Некоторые вещи, которые он произносит, мы не понимаем. А потом, на самом деле, за этим некий смысл есть. Не может он... Не может он произнести что-то такое значимое без какого-либо... Без загадки? Ну, интересно. Ну, я не знаю, может быть. Посмотрим. Какой-то смысл в этом есть безусловно. Ну, спасли их протащили, протащили. Это причем без нашей помощи, без нашего участия. Тут уже без американцев. Тут европейцы. Тут Европа продалась России. Точно так же, как она продалась вот за этим северным потоком-2. Казалось бы, Трамп пытается ввести санкции против северного потока-2, а Европа... Она открыто говорит, Меркель. Меркель, послушай, ты делаешь Россию, ты платишь ей миллиарды долларов. Почему? Что? Как? То вы заявляете, мы должны вас тут защищать, вы не хотите платить, вносить в НАТО. А наши либералы тут по этому поводу визжат, аж мозги брызжат. Вот Трамп, так сказать, против НАТО, он пытается развалить НАТО. Ни хрена не пытается развалить НАТО. Он пытается заставить Меркель вместо того, чтобы платить России, платить в НАТО. Вот что он пытается сделать. И, кстати, ему это удается. Ему, ему это удается, ему удается разговоры с Макроном. Кстати, которые все кричали, Трамп, Макрон никогда в жизни с Трампом разговаривать не будет. Вот, разговаривает. Про Маккарони я... Франция. Это особая песня. Это особая песня. Окей. Статья передо мной замечательно пишет Виктория Вексельман, есть такая, периодически мне попадаются на глаза ее статьи, и я не могу не поделиться хотя бы кусочком этой статьи. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Тут еще такое соображение. Я помню, еще лет 10 назад, или даже, может, чуть больше, еще до этой страшной катастрофы под Смоленском, помню, когда разбилось польское правительство. В Польше были обнаружены огромные запасы сланцевой, нефти и газа. И тогдашний руководитель Порис Кочинский хотел их разрабатывать и для продажи в Европу. И было понятно, что это острый нож, так сказать, в бизнес Путина со товарищей. И я думаю, что одна из причин этой катастрофы, это вот именно это. Ну вот, интересно, сейчас другой момент. Как вы думаете, почему Польша не вернулась к этому проекту? У них запасы газа и нефти оцениваются в что-то в дикую триллионы тонн или кубометровые, не помню точно цифру. Что им мешает? Сейчас же брат Кочинского власти в Польше, или это у них лимитейшн по зеленой логе ЕС их давит? Просто хотелось бы разобраться, в чем дело? Вполне возможно. Я думаю, что их давит ЕС. Потому что у каждого Польша хочет в ЕС больше, чем они хотят разрабатывать свои вот эти залежи. Поэтому. Да, и причем это же надо, конечно, делать с разрывом пласта. Ну, конечно. Фрактник, европейцы там, там же у них эти зеленые идиоты, это ж форвелминг, я не знаю. Да, да, да. Я думаю, что где-то здесь собака зажает. Потому что вместо того, чтобы вкладывать деньги в северный поток, если бы Германия вложилась, инвестировалась в добычу не европейского газа, а в Польше, вот это был бы удар по Путину, такой, который был бы, ой, какой приятный для всех нас. Ну, как выясняется, все эти зеленые затеи на самом деле не имеют ничего общего с экологией, а это попытка таким образом перевернуть экономическую систему и построить социализм. Как признался Чифов Став, это Акасия и Кортес, это, говорит, ничего общего с экологией не имеют. Это попытка построить социализм. Поэтому, а его в Европе, оно, так сказать, давлеет, главенствует, поэтому вполне возможно, чтобы это. Все-таки я хотел бы немножко о статье, которая называется «Это страшное слово расизм». «С некоторых пор меня мучает или не мучает мысль, что я расистка. Ну, как же? Я считаю, что мы, евреи, имеем право на самоопределение, что нам незачем и не перед кем извиняться за возвращение в Иерусалим и Иудею, Самарии и Голланды. Слово, все он. А сионизм когда-то был приравнен славной организацией объединенных негодяев к расизму». И это еще не все. Я считаю, что раздача социальных пособий и прочих льгот определенным категориям населения по этническому признаку является оскорблением человеческого достоинства и социальным развращением. Людей бьют кувалды из социальных пособий по голове, чтобы не высовывались, не смели, не дерзали, а только ожидали с протянутой рукой и раз в четыре года голосовали за тех, кто кидает пособие в протянутую руку. Я осознаю, что это абсолютно расистское мнение. Кроме того, я считаю, что цвет кожи или принадлежность к определенной религии или этносу не может быть индульгенцией и защищать человека от критики. Если, по моему мнению, еврей делает что-то чрезвычайно плохое, я буду его критиковать, и никакая формула «мы с тобой одной крови, ты и я» меня не остановит. Но я также считаю себя вправе критиковать общественных и политических деятелей, невзирая на цвет их кожи. А это, похоже, опять расизм. Вот куда ни кинь все расизм. Стоит начать с левыми спорить, как натыкаешься на непробиваемый и неоспоримый аргумент. Ты фашист, расист, ксенофоб, гомофоб, женоненавистник, ретроград, в крайнем случае сторонник Путина, если нельзя сказать, что продался ему за деньги. Так оно все было, пока не пришел... А нет, это еще не все. Весь этот набор штампов успешно работал долгое время. Правые консерваторы, застышав столь страшное обвинение, торопились извиняться, оправдываться, отказываться от своих слов, говорить, что их не так поняли и уступать левым. Левые же после очередной истерической сцены хватали свою добычу и довольные обустроились на отвоеванном плацдарме. Так оно было, так оно все и было, пока не пришел в Белый дом Дональд Трамп и не начал ломать все правила игры. Для начала он не создал какого-то благотворительного союза меча и орала для оказания помощи детям. А ведь некоторые летали оказывать помощь детям Азии, Африки и Латинской Америки на Лолита-экспресс. Помнишь такой? На деньги, полученные от известных правозащитников из Катара, Саудовской Аравии. Но Трамп так высоко не поднялся. Он просто начал вести себя не по-президентски. Он режет правду матку, не думает извиняться, а атакует еще больше. Если Ильхан Амар говорит, что белый мужчина страшнее террористов ИГИЛ, то она не расистка. Если она предлагает бойкотировать Израиль и сомневаться в лояльности некоторых еврейских законодательной, то она не антисемитка. Если она поливает грязью Америку, то это, как мы в детстве говорили, шутя, любя нарочно. А вот если президент Трамп советует ей направить весь свой благородный пыл на наведение порядка в Сомали, откуда она прибыла в качестве беженки, и только потом поливать грязью Америку, то он расист. Между прочим, народ устал. Ему надоело выслушивать извинения так называемых правых лидеров, истинных консерваторов. Надоело смотреть на их шарканье ножкой и шмыганье носом. Поэтому атакующий и неизвиняющийся Трамп вызывает восторгу своего электората. Да, он принял огонь на себя, но расстрельная команда выстрелила в ногу себе и всей Демпартии, показав, насколько далеко влево ушла партия, насколько она стала партией одной повестки дня – травли президента. Гюлчатай от Кроличка, причем очень резко, и все увидели, что кандидаты в президенты от Демпартии просто соревнуются друг с другом в левизне платформы и раздаче совершенно фантастических обещаний публики. Весь вечер на арене индийский факир, маг и волшебник, почтеннейшей публике предлагается раздача слонов и материализация духов. Бесплатная медицина, бесплатное высшее образование, бесплатное жилье, компенсация потомкам рабов, стирание всех и всяческих границ, а нелегалам на границе будет выдаваться талон на бесплатное медицинское обслуживание и право проголосовать за демократов. Кто будет оплачивать весь этот праздник жизни, лидеры демократов уже знают. Они готовы повысить налоги на богатых до 70% и выше. Говорят, богатые доноры демократов сами просят, чтобы ради всеобщего блага им подняли налоги, хотят чем не пожертвовать, чтобы купить себе послушное полностью зависимое стадо. Независимые люди стадным инстинктом не отличаются. Управлять ими трудно. В этом все дело. Замечательно пишется. Обалденно. Замечательно, и абсолютно в точку. Абсолютно. Причем, ты знаешь, что, я не знаю, что это произошло или нет, Лори Лайтфуд, наша мэр города Чикаго, уже сделала такое предложение. На все дома в черте города Чикаго свыше миллиона долларов при продаже облагать так называемым transfer tax. Но знаешь, какая самая противная добавка вот к этому предложению? Пока. Нам, зато всем остальным не светит поднятие налогов на землю. Пока. Понимаешь? Понимаешь, какая игра играется? Значит, они сейчас сначала возьмут за одно место людей, у которых дома стоят более миллиона, понимая, что, ну, не мое, и ладно, и ты же понимаешь, пусть эти богачи страдают. Принцкер обещает поднять налоги только на богатых. Да, да, да. И быдло топорога, и говорит, да, да, давай, давай. Арифметика простая, богатые не могут погасить все эти долги, потому что сколько денег не дает им уродам в Спринклде, они потратят в полтора-два раза больше. Поэтому сначала обложим налогом этих. Эти хитрожопые, у них есть куча адвокатов хитромудрых, которые помогут им не платить эти налоги. Дедик в казне не будет. Поэтому самый оптимальный вариант обложить те, кто пашет и живет от чека к чеку. Эти-то никуда не денутся. И те, которые верят в то, что это пока будет длиться всегда, я думаю, что у них очень будет серьезное такое опохмелье, знаешь, с Бадуна. Потому что это очень быстро превратится в поднятие налогов на землю всех живущим в городе Чикаго. Вот и все. Любляйте чикагцев. На безумие. На безумие. Спасибо большое. Всем будьте здоровы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok